Теопедия Теопедия или теопедия Это интернет проект Который ставит своей целью Наиболее объективно выразить Теософскую мысль Современную И ту, которая была Сформирована до нас Сама Теософская работа Она проходила через века Под разными названиями И розенкрейцеры Были теософами И алхимики, и неоплатоники И еще группа Масонных в том числе И разные люди Которые также проводили Теософские идеи Но себя теософами не называли И в современном обществе Появилась новая форма работы В общем-то не только для теософии Но и для всех Проявления человеческой деятельности Это компьютерная сеть Интернет И вот теопедия является Таким представителем Это энциклопедия Электронная Сетевая Интернет-энциклопедия Которая позволяет использовать Новые технологии В том числе Продвижение теософии В частности Очень полезной является Функция Гипертекстовой ссылки Это значит Когда мы встречаем Какое-то понятие Мы можем по нему Щелкнуть и получить его Более детальное описание Это очень удобно Особенно для исследователей Которые пытаются Что-то сложить Из разрозненных И многочисленных Теософских источников Потому что Сама теософская мысль Как проявление Божественной мудрости Как истины И как Объемящего знания Она рассыпается На человеческом сознании Во множестве крупинок И каждый отражает его По-своему Каждый по-своему Преломляет И совершенно естественно Что теософия Как и в общем-то До нее Религиозные учения Различные Она обрастает Различными секциями Ответвлениями Различными Секциями И тот факт Что На сегодняшний момент У нас довольно много Различных И даже противоречивых Ответвлений в теософии Он вообще-то закономерен И Полезен Да Вот для теософа Который пытается Изучить истину Который пытается За всеми формами И символами Которые В разных учениях Описываются Увидеть Значение Этих символ Их смысл Проникнуть В глубину мысли Которая была выражена В различных образах В разное время Разными мыслителями Вот такое Сопоставление Различных точек зрения Оно наоборот Идет на пользу Поэтому Возвращаясь к вопросу Который был Выходят В начале Нашей встречи И который будет В последующих днях Тоже обсуждаться Что из себя Должно представлять Российское Отделение Теософского Общества И Какие там Должны быть Представлены Мыслители На мой взгляд Должны быть Представлены Все И каждый человек Который Изучает Теософию Он подходит Со своей стороны И подходит Через людей С которыми Он общается А это могут Представить Разных учений И в том числе Во общении Теософских В том плане Что они Себя Теософами Могут не называть И вот Все эти люди Ищущие Знания Они должны Теософии Найти Поддержку Для себя И соответственно Теопедия Как проект Она Подразумевает Под себе Концентрацию Различных Точек Мнений На одну Определенную Тему Которую Человек И заинтересовал Ведь Мы В общем-то Наиболее Глубоко Понимаем Те вещи И заинтересованы В тех Ответах На которые У нас Созрели Вопросы А вопросы У нас Могут Созреть Очень узкие Коротенькие Маленькие Но вот Через вот Эту зацепочку Может Человек Ведти К Теософии Как К всеобщему Знанию И развернуть Для себя Огромные Герезонты Которые Теософия Представляет Поэтому В Теопедии Несмотря на то Что я Сразу Говорюсь Я являюсь Областью Моей интересы Я являются Труды Елены Петровны В основном Елены Ивановны И Вот этот Объем знаний Настолько Велик По крайней мере Для моего Свободного Время Что он Не оставляет Мне Пространства Для других Для изучения Других Трудов Но тем не менее Концентрируясь На изучении Трудов Елены Петровны Елены Ивановны Я Хотел бы Видеть В Теопедии Отражение Так много Большего Точек зрения У меня Есть небольшой Доклад Который Я Зачитаю И есть Презентация Которую Я Кратенько Буду Показывать Чтобы Свои Мысли Комментировать Тебе Могли Так Продолжение следует... 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 работы, которые очень много с разных сторон описывают одно явление. Есть краткие, сжатые, академические, можно сказать, формулы, которые описывают явление. И для каждого человека, в общем-то, свои. И в теопедии, я все время буду в теопедии ссылаться, поскольку я об этом проекте буду рассказывать, но в принципе, для эти особи распространять знания, конечно, желательно на том уровне, на котором он владеет. Не затягивать, не заглядывать сильно вверх, чтобы умствовать перед другими. И в то же время не опускаться до такого уровня, который должны, в общем-то, воспитатели детского сада объяснять. Вот потому что среди носителей теософского знания, то есть люди разного уровня. Вот каждый, если по своему уровню будет давать, конечно, соотнося свое знание с человеком, которому он его преподносит, тогда вот этот контакт будет наиболее плотным и наиболее конструктивное будет беседа. И в теопедии собираются, в общем-то, мысли всех мыслителей, цитаты из различных соборов. Я специально это подчеркиваю, потому что некоторые теософию воспринимают чисто как академическое учение. Некоторые, наоборот, его воспринимают как какой-то посиделки, что ли, или просто разговор по душам, или какое-то чисто альтруистическое действие, например, пойти там помочь кому-нибудь. Вот теософия сама, она включает все эти этапы, и каждый из этого может быть для человека близким. Поэтому теопедия будет включать все из этого. Основная цель, конечно, поскольку мне это ближе, и я это реализую, основная цель теопедии на данный момент для меня это собрать как можно больше цитат из авторитетных источников. Пока я включаю в это пруды Елены Петровны, Елены Ивановны и учения храма, но, опять же, любой, кто хочет принять участие, сможет пополнить ее своими источниками. Лид Питер, Алиса Бейли и так далее, кому что ближе. Но каждая будет разграничена по своему определенному разделу. В теопедии это называется разделы. То есть в каждом разделе будет цитата определенного авторитета. И таким образом каждый человек, который к какому-то ближе авторитету тяготеет, образ мысли ему ближе, и тот человек, вот он сможет мудрость этого человека себя воспринимать. Для Тиософа характерен поиск истины, как бы она ни выражалась. Он стремится к ней, преодолевая собственные заблуждения. В нем соседствует твердая уверенность, уверенное устремление в познании истины и постоянное сомнение в правильности собственных представлений. Он осознает свое несовершенство, а значит и неполносил приобретенных знаний. Стремясь постоянно их дополнить, исследователи то и дело столкнулись с тем, что, казалось бы, незначительное добавление факта или размышления к уже сложившемуся представлению может значительно изменить это представление. Так как Тиософия не претендует на отдельное какое-то знание, но представляет из себя синтез знания вообще, знания какого-то, то и Тиопедия не ограничивается какими-то отдельными, авторитетными источниками. Тиопедия будет стараться вобрать в себя все достижения человеческой мысли. Такова задача, в принципе, всех универсальных энциклопедий, в отличие от энциклопедий тематических, как энциклопедий колоссовской, медицинской, так как бы. Универсальные энциклопедии должны объективно отразить все, как бы, стороны знаний. Ну и, соответственно, Тиософская энциклопедия, и тем более должна следовать этому примеру. Сейчас я попытаюсь все-таки презентацию запустить. Здесь можно удастся. Здесь можно удастся. Диософская энциклопедия. Ладно. Методы работы, обычно теоретически, которые занимаются изучением ясновских книгах, методы у него работы, как правило, такие. Либо это пометки в книге, для начала, которые он читает, затем выписывание цитат отдельно, затем работа с электронными изданиями уже подключается, группировка цитат этих в одном файле, чтобы можно было с ними дальше работать, поиск материала в сети интернета, прослушивание лекций различных, конспектирование их, радио книг и обсуждение с единомышником. Вот для себя я выделил такие как бы способы. Все эти этапы были в ходе организации теософии пройдены и в результате свелись к тому, что был организован такой-то интернет-пайли. Теософ, будучи членом теософского общества, как не видится, может действовать в четырех направлениях. Это академическая или фундаментальная деятельность, реализаторская, этическая и личная. Академическая или фундаментальная деятельность и вообще все эти четыре деятельности, это условно и разграничено, их можно между собой перемешать несколько, но оно даст некоторое определение, некоторое видение объема деятельности. Так вот, академическая или фундаментальная деятельность может состоять из следующих пунктов. Популяризация информации о теософском обществе, его основателях, его возобновителях, переводы книг и статей, признанных авторитетами, переводы трудов современных теософов, организация легких семинаров и школ для местных теософов и регионов интересующихся теософии, организация средств и конференций федерального и международного отношения. Взаимодействие в том числе с другими организациями, чья деятельность направлена на духовное пробуждение и расширение сознания и любви. Это академическая, такая основная, как бы фундаментальная деятельность. Дополнительно, популяризаторская современная теософская мысль может вот в таких проходить направлениях. Распространение периодики, в том числе переводной, освещение теософских событий в стране и в мире, выпуск новостей, каталог интернет-ресурсов или подборка какая-то тематическая с включением сайтов, социальных сетей, магазинов, форумов, все, что касается деятельности теософов в сети интернет, и отслеживание деятельности теософских организаций по всему миру. Несмотря на то, что мы являемся членами международного теософского общества в Адьяре, есть еще довольно много международных теософских обществ различных, и в общем-то деятельности не противоречат Адьярскому теософскому обществу, и взаимодействие с этими обществами тоже крайне полезным для любого теософа, хотя бы потому, чтобы исключить какой-то элемент фанатизма. Следующее направление – этика теософа. Это акцент на единой этике во всех мероприятиях прежде всего, пропаганда высоких этических норм, собственным примером, анализ своих ошибок, технических доставков и других. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok